Доброе утро! С вами доктор Влад. Ну чё, у нас сейчас погода, ну темно ещё, а я чё-то рано стал вставать. Плюс 5, по ощущениям как плюс 2. Днём будет 22 градуса тепла. Дождя недавно, но дождя нет, тут немножко он прошёл и опять нет. Так, а чё в Америке? Ураган Милтон. Так, очень опасный, пятой категории. И уже приближается к Флориде со скоростью. Но он не приближается со скоростью, а в нём самом скорость 180 миль в час. Это почти 300 км в час, прикиньте, опять. Чё-то будет, говорят, он на Флориду завтра нападёт. Ну а дальше? Ну чё, в России? Вот сейчас открыл, думаю, посмотрю, что сегодня такого случилось. Ну вот, жильцов Липецкого дома не выпускают на улицу из-за обрушившейся стены. Нет, там нет никого ни урагана, ни прилётов. Ну просто стена упала и всё. На улице Стаханово. Отошла стена, отошла. Кошмар какой. Падает всё, стены отходят. Ну опять войска РФ нанесли удары. По Киеву и Харькову в ночь на 7 октября. Это ещё прошлой ночью. Я вчера собирал всё новости. Так. По Киеву и Харькову. Сволочи. Так. Российские войска сбросили 4 авиабомбы на Херсон. Разрушена школа. Повреждён детский сад. Кошмар. Так. Русские фашисты ударили по Славянску в Донецкой области. Так. Повреждены 6 многоэтажек и 2 автомобиля. О, ребята. Ещё вчера это было. Ну я смотрел, как там чё. Разгорается или нет? Разгорается. Нефтяной терминал в порту оккупированной Феодосии. Гори, да. Гори, гори, ясно. И похоже там ракеты долбанули. Потому что вот по этому терминалу уже долбили потихонечку. Типа, да. Этими. В БПЛА. Раньше ещё. Ну так, чё-то немножко погорело и стухло. А на этот раз, видимо, ракетой долбанули. Потому что горит сильно. Так. ВСУ вот тут ещё. ВСУ поразили в Феодосии не просто нефтебазу. Так. Это ключевой перевалочный узел, способный принимать танкеры с нефтью и мазутом. Хранить их и распределять по территории полуострова. Уже полыхает. Ну, конечно, дроны – это дроны. БПЛА. А ракета – это ракета. В Новосибирске прошёл митинг против блокировки Ютуба. Прошёл и дальше пошёл. Так. Что ещё? А, в Питере вчера была демонстрация студенты. Студенты идут, поздравляют вождя с днём рождения. Так, что ещё? Виктор Бут. Помните такую личность? Российский контрабандист и торговец оружием. Так. Его, значит, это, задержали. Потом в Россию вытащили. Вот. В 22-м году вернулся в Россию после обмена заключёнными. И он стал депутатом. И опять сейчас торгует оружием опять с хуситами. Виктор Бут, несмотря на статус депутата, вернулся к торговле российскими оружием с хуситами. Так. Илья новости передаёт. Уволены 8 генералов МЧС, СК и ФСИН. Уволили. Не поделились, наверное. Словакия не даст согласия на членство Украины в НАТО, заявил премьер-министр страны Роберт Фиццо. Ну, гадёныш какой. Так. О! Онлайн-вещание ВГТРК приостановлено из-за масштабной хатерской атаки. Вот так вот. Это газетка Ру передаёт. Причём это ВГТРК, это Россия-1, радиомаяк. Да. Ну так это интернет-вещание прервалось. А так они по радио, конечно, по телевизору. Евросоюз уже несколько недель не пускает в свои порты повреждённое судно с российскими удобрениями. Они опасаются, что груз может детонировать. Ну да, удобрения там, какие-то химические элементы, они могут взорваться к хренам. Аммиачная селитра. Вот. Не пускают. Нечего. Взорвайтесь там. В открытом море. Так, что тут ещё у меня? Мы будем, вот прямая речь, мы будем торговать со всем миром. Наш уголь и металл всем нужны. Это мечта сепаратистов Донбасса в 2014 году. А сегодня нет ни угля, ни металла. Ну так и есть. Они все заводы, они попилили просто на металлолом, даже рельсы тоже на металлолом. В Белгородской области выплаты контрактникам подняли до трёх миллионов рублей. Это новый рекорд по стране. Три миллиона. Подписывают контракт, сдавай своё мясо за три миллиона. Это даже дороже свинины. Так, правительство РФ увеличит расходы на госпропаганду до исторического рекорда. 137 миллиардов рублей. Никогда не было. Столько. ФСБ обвинило директора Ульяновского медцентра в том, что он склонял сотрудников к однополым связям. Ой, Господи. А, вот тут мне стихи просто понравились. Это на Твиттере всё. Уж звёзды на небе зависли, Полночная манит кровать, Но нет мне покоя от мысли, Чего бы такого сожрать. Хорошо. Так, что ещё? Москва, улица Рябиновая. Чё-то горит. Хорошо горит. Да. Путин оказался самым цитируемым учёным в России. На его слова ссылались 16 278 раз в научных материалах. Ну, это мы знаем. Товарищ Путин, вы большой учёный. Угу. Китайские автопроизводители не станут развивать производство в России. Им это невыгодно. Да ну, конечно. Так. Глава Минсельхоза призвала ставить свечи ради дождя и урожая. Ни фига себе. Оксана Лут, глава Минсельхоза, рассказала, что из-за отсутствия дождей сев озимых, идёт тяжело. И призвала ставить свечки покровителю дождя и урожая Илье Пророку. По её словам, в этом году Россия попала во все возможные природные явления. И вот какие бывают, Россия попала. Ставьте свечки. Так. ГУР, это главное управление разведки Украины, успешно вывел из строя ещё один военный корабль. Минный тральщик Александр Обухов в городе Балтийск, это где-то, ну, на Балтике, наверное, получил тяжёлое повреждение в ходе спецоперации. Вот молодцы. Молодцы. Массовое ДТП произошло на российской федеральной трассе. У нового китайского грузовика «Отказали тормоза». «Отказали тормоза, я лечу, куда глядят глаза». Какая-то песня была. В Подмосковье участниками ДТП оказались больше десяти машин. Ну вот, ребят, я вот вам читаю всякую фигню, потому что так вот в мире ничего такого не происходит. Я вам скажу, почему. Выборов ждут. 5 ноября будут выборы, и вот тогда новости попрут. Ну, тут, правда, ещё вот через пару дней вроде Рамштайн собирается, тоже что-то будет, какое-то влияние, наверное, на русскую вот эту захватническую войну в Украине. Ну, я вам всё расскажу, ребята. Так, ну вот я говорю, новости. Ну, вот за неимением ничего. Вот смотрите, ужасная новость. Российская спортсменка утонула во время триатлона в Барселоне. Так, триатлон. Это Iron Man называется. И чё там? Утонуло, да, на соревнованиях. Это очень сложный вот этот триатлон. Прикиньте, заплыв на почти 4 километра, заезд на велосипеде по шоссе 180 километров. Это подряд. И марафон на 42 километра. Блин, кошмар. Ну, вот она на первом этапе не доплыла. Бедняжка. Матвиенко, ну-ка, чё, Валька, чё, призвала не строить гигантские стадионы, а делать спорт доступным и всем раздать красные трусы, как у неё. И по полстакана. Всё призывают, призывают. А, ну вот ещё вот. О, ребята, кукольный театр. Юлия Навальная сегодня получила награду Женщина года в номинации за храбрость. И чё она такого храброго совершила, я не понимаю. Ну, да. Блин. Так, Путин решил встретиться с президентом Ирана в Ашхабаде 11 октября. И вот тут интересный первый комментарий. У евреев будет хороший шанс помочь прогрессивному человечеству. Ага, ребята. Ну, сразу бы координаты. Ну, это можно на гугле найти координаты-то, чтобы настроить ракету. Так. В Беларуси по политическим делам осудили 66 человек, когда они вернулись из-за границы. Ага, Картофельфюрер всё приглашает. Давайте к нам, Беларусь, у нас лучше всего и 66 человек посадили сразу. Так. О, вот взятки. Какие бывают взятки? Там миллион, это фигня. Бывший следователь Тамбиев получил 16 лет за рекордную взятку в 7,3 миллиарда рублей. нифига себе взяточки. Ой-ю-ю-ю-ю. Так. Лидеры Брикс второй год подряд отказались поздравлять фюрера с днём рождения. Не поздравляют. Какие? Не поздравляют. Там поздравил этот Лукашенко, ЛНР, ДНР, Крым, А я уже не говорю там дальний зарубеж. Даже Брыкс не поздравляет. А, ну кто тут конкретно? Ни Си Цзиньпин, ни Ким Чен Ын, ни Али Хаминеи публично не поздравили Путина с его днём рождения. Никому не нужен. И последняя новость, ребята, ну, дикая, дикая. В Татарстане запретили ежегодный митинг в память о погибших при обороне Казани от войск Ивана Грозного. А раньше были митинги. Защищались от Ивана Грозного сколько лет назад. Запретили в этом году. Кошмар какой-то. Ну и всё. Вы всё поняли. Я вам всё рассказал. До свидания. С вами доктор Влад.